Тем временем Минздрав опубликовал проект санитарных требований по содержанию и обеспечению работы в школах в новом учебном году. Согласно документу, до 1 января следующего года в учебных заведениях планируется вводить только основные предметы. При этом полностью отменяются культурно-массовые, воспитательные и спортивные мероприятия. Отмечу, в школах разрешили работу дежурных классов, а к постепенному переходу в комбинированный формат планируется при устойчивом сокращении заболеваемости. Первыми переходят учащиеся первых-четвертых классов. Решение об обучении в штатном режиме остается за родителями. В случае инфицирования среди учащихся объявляется карантин на весь класс. Между тем, общественники и депутаты просят разрешить работу школ в прежнем формате. По их словам, дистанционное образование приведет к появлению недобросовестных репетиторов. На рынке увеличилось количество так называемых продленок. Но мониторинг за такими организациями не ведется и с возникновением таких учреждений число заболевших детей может увеличиться. В последнее время я вижу очень много объявлений самых разных организаций, которые приглашают детей на продленку так называемую. И там говорится о том, что мы приглашаем вашего ребенка на целый день, мы с ним сделаем уроки, мы его накормим, мы с ним прогуляемся и так далее. Где эти организации, где они будут находиться, в каких помещениях, будет ли там санитарные нормы, никто об этом не знает. Скорее всего это будет квартира или какой-то офис, куда соберутся, может быть, даже 30 детей и будут с ними заниматься, мы не знаем кто. И как там это будет все организовано, никто не знает. Но родители куда-то должны определить своих детей.